Всем привет! Расскажу, что делать, если смола вытекла из формы. С вами Неля. Если смола вытекла из формы, мы ждем все-таки засыхания. Когда она затвердевает и перестает кликнуть к рукам, но это должна быть такая миротвердость, чтобы она не была уже прям максимально жесткой, чтобы она могла еще гнуться хотя бы. Мы ее обрезаем ножницами. Можем просто ли перцелить часть заготовок друг от друга, либо же по форме аккуратненько вырезать. Субтитры создавал DimaTorzok смыла еще недостаточно твердой и ее легко именно порезать если же ее точить оттачивать наждачкой или пивочкой то это будет очень долго мы просто потеряем время поэтому можно просто обрезать ноженцами после того как мы обрезали снова ноженцами она естественно остается с острыми углами либо же где-то мы случайно перерезали до отрезали лишние в таком случае мы можем положить нашу заготовочку на силиконовый молот с ровной поверхностью но только тогда когда заготовку высохнет полностью и размешать новую порцию смолы аккуратно зубочисткой потому что зубочистки много смолы не берется буквально капельку на каждый молот и размазываем на тех местах которых у нас неровности или шероховатости предварительно естественно мы должны подпилить лишнее чтобы не было сильных выступлений снова мы должны надо залить стерия чтобы где-то подправить его и округлить углы также хочу сказать почему именно на силиконовый молот с ровной поверхностью потому что если мы поставим изделие на стол на картон на дерево куда угодно на пластик на пленку если снова чуть-чуть вытечет из изделия все-таки у смолы хороших хорошее натяжение но если ее слишком много она все-таки вытекает а если же все это делать на силиконовом молоте то все будет очень просто она просто отойдет как как от любой формочки как бы как и должно быть хочу обратить ваше внимание на последнее изделие она выполнена из разных частей цвета то есть из золота и из белого в следующем видео я расскажу как этого добиться это очень интересный способ а пока я с вами прощаюсь всем пока